Привет, Барнаул! Поздравляю с началом зимнего сезона! И хоть до календарной зимы еще полтора месяца коньки и лыжи некоторые горожане вынуждены на деле на этих выходных. Дождь, а после похолодания сковали город ледяным панцирем, который парализовал работу электротранспорта, просто заизолировав контактную сеть. Утром в субботу аварийные бригады гор электротранса начали очистку сетей и путей от наледия. В круглосуточном режиме пришлось работать все выходные. Удалось уже к воскресенью часть маршрутов восстановить и за воскресенье до конца дня мы восстановили трамвайные маршруты и троллейбусные по всем направлениям. Сегодня, на понедельник утром, выпуск по всем маршрутам городского электрического транспорта полностью восстановлен, работают в штатном режиме. Короче, все в таком роде. Еле открыли. Все, все примершее. Воспользоваться личным авто на выходных тоже было непросто. Двери отогревали и отцарапывали, снимая послеэффектные видео. Да и маршрут у большинства лежал шиномонтаж, где из желающих переобуться до сих пор пробки длиною в сутки. Ну в день это минимум где-то 30 человек. Люди приезжают с утра записаться, не записаться. Люди говорят только на следующий день с утра записываются. А вот дня жестянщика, как обычно бывает в первый гололед, на этот раз удалось избежать. За выходные в период непогоды удалось избежать роста числа дорожестранственных происшествий и тяжести их последствий. Немаловажную роль стабилизации дорожной обстановки сыграл тот фактор, что многие граждане, заблаговременно обладая информацией о сложных погодных условиях, не стали пользоваться личным транспортом, тем более на котором установлены летние шины. Из-за ажиотажного спроса на такси некоторым горожанам, как они писали в пабликах, путь на работу стоил в 4 раза дороже обычного. Вызвать авто многие решались еще и потому, что даже одна остановка пешком по озеленевшему тротуару могла стать дорогой в травмпункт. Задача на ближайшее время это устранить, конечно, последствия обледенения тротуаров, потому что очень много работы получилось из-за перепада температуры, ну и, конечно, поддерживать нормативное состояние проезжей части. Дорожных рабочих работало в выходные более 100 человек, техники в среднем работало порядка 80 единиц. Очистка улицы от первого снега и наледи шла даже ночью, но скоро поможет коммунальщикам и сама природа. По прогнозам синоптиков, уже завтра в Барнауле потеплеет до плюс 7, а по краю до плюс 9. Кстати, о плюсах их можно отыскать и в капризах природы. Необычайно живописными снимками в эти дни наполнился интернет. Яркая осень в плену холодной и кристально чистой зимы. Николай Потешкин, Владислав Ковалев. День с толком.